Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед по Евангелию от Иоанна. Сегодня мы с вами читаем 10 главу. Истина, истина говорю вам, кто не дверью входит в двор общий, но перевазит Индия, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцем. Ему и преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. И кто не дверью входит к овцам, то есть есть дверь, в которую надлежит войти, и дальше Иисус скажет, что это он есть дверь. И входящей дверью есть пастырь овцем. Пастырь Израиля в Ветхом Завете — это Бог. Иисус, когда говорит о себе, как о пастыре, он говорит о себе, как о Боге, и он говорит о церкви, как о своих овцах. Овцы знают его голос, и они идут за ним, и не идут за чужим. Господь Иисус говорит о тех людях, которые отзываются на его проповедь. Овцы — это те, кто отвечают Иисусу покаянием и верой, потому что они узнают его голос, голоса Господа и Спасителя. Итак, опять Иисус сказал им, «Истинно и истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Ясмь — дверь, кто войдет, ноя тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажет, найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Те, кто приходили до меня, в то время и до Иисуса и после Израиль буквально кишел претендентами на роль мессии, претендентами на роль пророков, которые побуждали людей пойти за ними. Они потом упоминаются в деяниях апостольских, что вот появлялся некий фев, да потом еще какие-то люди, которые увлекали за собой толпы народа. Все это кончалось тем, что приходили римляне, и все это подавляли с большой суровостью. И люди, которые шли за этими людьми, думая, что их послал Бог, они в итоге страдали, они погибали. Но овцы не послушали их, то есть те, кто должны были пойти за Иисусом, они не пошли за ними. И Иисус говорит, «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет». То есть пастбище. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. То есть уже учитель, он приходит только, чтобы украсть, убить и погубить. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Иисус здесь противопоставляет себя уже учителям, как уже учителям непосредственно той эпохи, которые были такими уже вождями, уже мессиями, так и уже учителям вообще. Эти слова, конечно же, простираются на все времена. И мы знаем, что в нашем мире есть очень много различных духовных учителей, которые побуждают людей идти за ними. И Иисус говорит, что все они воры и разбойники. Он есть истинный пастырь. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». То есть цель, с которой пришел Иисус Христос, чтобы мы имели жизнь с избытком. Это жизнь, которая не просто более длительная, вечная не в смысле длительная, а вечная в смысле другого качества. Христианин обретает в Иисусе Христе жизнь вечную и блаженную, причем эту жизнь с избытком он получает не просто в момент смерти, не просто в момент страшного суда, она начинается уже здесь, на земле. Когда человек обретает в своей жизни совершенно новые ценности и совершенно новые предпочтения. И вот в этом случае христианин, даже если он не имеет того, что ценится в этом мире, даже если он бедный и больной, он самый счастливый человек на свете, поскольку у него есть единственное, за что стоит держаться, и единственное, что можно удержать. Потому что все блага, которые у нас здесь есть на земле, мы их обязательно потеряем. «Я есмь пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Есть два типа пастырства, два типа народных вождей. И об одном типе хорошо сказал Александр Сергеевич Пушкин. «Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно». То есть, когда человек, который рвется в лидеры, он смотрит на других людей как на расходный материал для своего личного возвышения, для своего личного превознесения. И это отношение, которое преобладает в этом мире. Когда мы часто видим люди, которые являются лидерами, вроде бы вождями народа, они на самом деле люди глубоко жестокие и эгоистичные. Тот же Наполеон, который с удивительным бессердечием, с удивительной холодностью относился к тому, что он погубил множество людей, которые за ним последовали. И это его немало не беспокоило. И он точно так же набирал следующие партии рекрутов, точно так же их терял и совершенно не считал, что делает что-то неправильно. Его это абсолютно не беспокоило. Христос поступает ровно наоборот. Он полагает жизнь свою за овец. Он тот, кто умирает за свой народ. Если для земных правителей обычно, чтобы подданные умирали за них, то Христос поступает совершенно противоположным образом. Он умирает за свой народ. Он полагает жизнь свою за овец. Наемник, которому овцы не свои, он поступает наоборот. Ему его жизнь дороже. Это проявляется в минуту опасности. Он бежит. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Здесь говорится об очень теплых личных отношениях между Христом и верующими. Каждого из нас знает Христос, и мы знаем его. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Это еще одно свидетельство Христа о своей божественности, потому что Бог обладает всеведением, конечно. Но Бог знает каждого из нас. Бог знает каждого из нас насквозь. Но мы не можем знать Бога так же. Мы всего лишь творения, и творения падшие. И мы, конечно же, не можем знать Бога так, как Он знает нас. Но Христос говорит, как Отец знает меня, так и я знаю отца. То есть Он здесь указывает на свою божественность. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привезти. Они услышат голос мой, и будет одно стадо, и один пастырь. Очевидно, речь идет о язычниках. Ведь Господь говорит все эти слова иудеям, но Он говорит, что будут и другие овцы, помимо уверовавших иудеев, придут еще и язычники. То есть мы с вами представители всех других народов, которые присоединятся к церкви. И будет одно стадо и один пастырь. И мы видим, что Христос говорит о себе, как о пастыре. И пастырь — это одно из библейских наименований Бога. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, имею власть принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Христос, когда Он говорит, что Он полагает душу Свою за овец, Он подчеркивает добровольность этого поступка. То есть, когда Христос будет предан смерти, это ни в коем случае не будет трагический обрыв так хорошо начавшегося служения. Это не то, что злые люди убили хорошего человека. Нет, это замысел, исполнение которого предполагается с самого начала. Христос приходит на эту землю, чтобы отдать душу Свою для искупления многих. От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили, «Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете Его?» Другие говорили, «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Мы видим, что какая-то часть слушателей Господа, они внимают Его словам, и, видя это чудо, они готовы уверовать, их сердца открыты. И есть какая-то часть людей, которые проявляют такое упорное ожесточение, они не хотят поверить. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили Его и говорили Ему, «Долго ли Тебе держать нас в недоумении? Если Ты Христос, скажи нам прямо!» Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне». То есть Иисус совершает ровно то, что в Ветхом Завете было предсказано как дела Мессии. И любой человек, который знает священное Писание Ветхого Завета, фрисеи знали, не мог не понять, что Иисус Мессия. «Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, я знаю их, они идут за Мною». То есть вы не верите, ибо вы не из овец Моих. То есть они не верят по своему ожесточенному упорству. И далее Господь говорит о Своих овцах. «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и я знаю их, и они идут за Мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я, Отец, одно». Мы видим это торжественнейшее обетование, которое Христос дает своим овцам. тем, кто слушается Его голоса, тем, кто уверовал. Они слушаются голоса, я знаю их. То есть Христос лично знает всех своих овец. Он зовет их по имени. Христос является спасителем не только по отношению к церкви в целом, но по отношению к конкретному верующему. Они идут за Мною, я даю им жизнь вечную. Христос дает верующим вечную жизнь и не погибнут вовек. Это чрезвычайно решительное утверждение. Не погибнут вовек, это исключено. «Бог дает вечную жизнь тем, кто последовал за Христом. И никто не похитит их из руки моей». Это обетование, которое говорит о том, что никто не может отнять у христианина ту вечную жизнь, которую дает ему Христос. Никто вообще. Как говорит святой апостол Павел в послании к римлянам, кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или голод, или ногота, или опасность, или меч? И далее он говорит, «Ибо я уверен, что ни начало, ни сила, ни власть, ни высота, ни глубина, ни настоящее, ни будущее, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». И Христос говорит, «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Замысел о спасении верующих в Иисусе Христе – это замысел Отца. Этот замысел простирается на конкретных людей. То есть не мы пытаемся навязаться Богу, но Бог со своей стороны проявляет инициативу и нас спасает. Бог от вечности составляет замысел, он имеет план о спасении каждого верующего. Это учение о предопределении, оно в Священном Писании совершенно отчетливо есть, нам не нужно его пугаться, потому что иногда люди его пугаются и думают, что речь идет о предопределении к погибели, о том, что как тебе Бог предопределит, то не отвертишься уже. Вот все уже там, хоть ты молись, постись, все равно ты, раз предопределен или, по крайней мере, не включен в списки, то и все, пропал. На самом деле, конечно, Библия не говорит ни о каком предопределении к погибели, этого там совершенно определенно нету, но Библия говорит совершенно определенно о предопределении к спасению, о том, что мы стали православными христианами не потому, что мы в один прекрасный день решили набиться к Богу в его чадо, нет, потому что Бог от вечности предвидел, что мы будем жить на свете, Бог от вечности решил, что мы придем к Иисусу Христу, и Бог от вечности предрасположил все обстоятельства нашей жизни так, чтобы мы пришли. Нас Христу дал Отец. Когда человек вспоминает свою жизнь, верующий человек, он обращает обычно внимание на то, что Бог заботился о его спасении и все устроял в его жизни так, чтобы привести его в церковь, когда он сам еще о Боге не думал и не хотел думать. Бог устроил так, что ему в руки попали определенные книги, Бог устроил так, что он встретился с определенными людьми, Бог устроил так, что он, может быть, просто шел по улице и зашел в храм. Бог устроил так, что, может быть, не знаю, там он сломал ногу, и у него сосед по палате был верующий человек, и у них было много времени, чтобы беседовать. Но все это замысел Бога, который начал разворачиваться в жизни человека еще до того, как он уверовал. И отец через этот замысел дает верующих Иисусу Христу. И Иисус говорит, отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Может ли этот замысел Бога сорваться? Нет, не может, потому что Бог обладает всеведением. Он не может быть такого, чтобы что-то произошло, что нарушало бы его планы, потому что он все знает от вечности. И Бог является Господом, Он является безусловным владыкой мироздания. И поэтому никто и ничто не может похитить у Христа его овец. И это очень однозначно, очень решительное заявление, потому что здесь Иисус обещает вечную жизнь тем, кто доверится, ему последует за ним. И он произносит последние слова вот этой своей речи. Он говорит, я и отец одно. То есть Иисус указывает на свою божественность. Тут опять иудеи схватили камень, а чтобы побить его. Иисус отвечал им, много добрых дел показал я вам от отца моего, за которое из них вы хотите побить меня камнями. Иудеи сказали ему в ответ, не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. То есть Иисус претендует на то, что он Бог, и иудеи его именно так и понимают. То есть иногда некоторые еретики говорят, что вот эти слова, я, отец одно, ну, можно понимать в том смысле, что Иисус и отец едины в своем желании спасти человечество. На самом деле речь не об этом. Речь идет именно о притязаниях на божественность. И иудеи, которые знают Писание, они абсолютно четко это понимают. Они говорят, ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Иисус отвечал, не написано ли в законе вашем, я сказал, вы Боги. Если он назвал богами тех, которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я сын Божий. Если я не творю дел отца моего, не верьте мне, а если творю, то, когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что отец во мне, я в нем. Речь идет о псалме. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете, как сыны человеческие, и пойдете, как всякий из князей. Речь идет о судьях земли, которые поставлены, осуществляют на земле правосудие, которые поставлены, чтобы защищать угнетенных, которые должны являть правду Божию. И в этом отношении быть вице-богами, быть представителями Бога на земле. И Иисус говорит, что Псалом говорит о том, что в каком-то отношении даже человеческие судьи являются представителями Бога на земле. Как бог есть судья в абсолютном смысле, так человеческие судьи и правители являются его представителями на земле. В этом отношении как бы вице-богами. И он говорит, если слово Божие может даже их назвать богами в этом смысле, то тем более Иисус Христос, будучи человеком, может быть воплощением Бога. «Если я не творю дел отца моего, не верьте мне. А если творю, то, когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Отец дает Иисусу совершать чудеса. То есть он не просто выдвигает эти удивительные претензии на то, что он равен Богу, но он подтверждает их чудесами. Тогда опять искали схватить его. Но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Неоднократно мы видим, что Господа пытаются схватить, чтобы убить, но у них ничего не выходит, потому что еще не пришло его время. Ему надлежит умереть в час, предопределенный отцом. «Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно, и многие там уверовали в него». То есть уверовали по свидетельству Иоанна. Мы с вами прочитали 10 главу Евангелия от Иоанна, и мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова